Автомобиль трапил у дорожно-транспортное здарение, пошкоджены. Добро, коли не потерпели люди, але есть материальные страты. У таких выпадках для вызначения по меру нанесенной шкоды специалисты Державного комитета судовых экспертиз назначают автотоварознавчую экспертизу. Проводится соправдное доследование, где все факторы имеют значение и дается правовая оценка тем особам, кто виноват у здарения. Например, наличие коррозии, следов некачественного ремонта, царапин, которые имелись ранее, все это влияет на окончательную стоимость причиненного вреда транспортному средству. Также в последнее время эксперты часто сталкиваются с оценкой деталей, агрегатов, узлов автомобиля, которые были похищены. С начала этого года специалисты Державного комитета судовых экспертиз Беларуси по Брестской области уже провели 148 автотоварознавчих экспертиз, что на 28% больше за ответный период года минулого. А вот если ваш автомобиль был пошкоджен на паркингу, то из его салона пропали некоторые вещи. Как быть в таком случае, первое – выкликать милицию, чтобы найти злоумысленника. Мы выносим постановление о назначении автотовароведческой экспертизы, которая впоследствии, благодаря экспертам, даст возможность оценить материальный ущерб, который вам был причинен в результате преступных посягательств. Также еще выносится одно постановление о назначении товароведческой экспертизы, то есть необходимо немножко не путать это, совершенно разные понятия. То есть, если, например, кража из автомобиля, а точнее кража из салона автомобиля произошла, в этой ситуации назначается уже товароведческая экспертиза, по результатам которых дается оценочная стоимость похищенного, что в свою очередь влияет на квалификации статьи Уголовного кодекса. Как не троплять у подобной ситуации, правооховники райс не покидать у салона каштовной речи, а коли нечто все-таки сдарилося, одразу выкликать супрацовников милиции. Тем более, что на сегодня в областных центрах и других населенных пунктах в области значительно увеличилась количество камер видеонагляда и найти злочинцу стало значительно легче.